мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я века сегодня мы вяжем очень красивую шапку я вяжу на обхват головы 50 сантиметров но это свободном состоянии нитки у меня ангура рам в 2 2 сложения я вижу комплект к варежкам как бы эту шапку и спицы три с половиной миллиметра количество петель раппорт у меня состоит из 5 петель она должна делиться на 5 количество петель к набираем обычным способом число петель кратное 5 плюс 1 петля то есть вы вычисляете свою плотность вязания и рассчитываете на свой объем головок у меня это 96 петель сколько обхват головы размер 58 у меня это 96 5 так первый ряд я вижу изнаночными петлями мне нужно платочное вязание вязать я буду в круговую поэтому буду чередовать чтобы получить платочную вязку я буду чередовать лицевой и изнаночный ряд первый ряд у меня будет изнаночный потому что выглядит первый ряд красивее изнаночный поэтому так вот осталось у меня одна петля первый ряд я провязала так одна петля видите у меня осталось сейчас я ее соединю делим вязание пополам так смотрим чтобы у нас здесь ничего не было перекрученного чтобы все было очень внимательно вот этот первый ряд именно соединение так соединяем так вот зацепила я за петельку теперь следующий ряд я вижу лицевыми петлями и так вот буду вязать по кругу один ряд изнаночный один лицевой сейчас я вижу второй ряд лицевыми петлями третий ряд изнаночными петлями 4 лицевыми и 5 изнаночными вот всего пять рядов я вижу платочной вязкой потом мы с вами встретимся так смотрим девчонки видите я провязала изнаночный лицевой изнаночный лицевой изнаночный теперь мы будем делать наш край узор вяжем лицевыми петлями ряд так первые две я провязываю ввожу спицу под вязание вот видите сейчас они снимаю вот эту следующую петлю и перетягивая ее наверх и одевая обратно на петлю провязываю лицевой далее провязываю 4 лицевые 1 2 3 4 снова пятую ввожу спицу под вязание снимаю следующую петлю сняла перетянула ее сюда снизу перед и провязала лицевой видите то есть вот эта петля у нас обволакивает вязание получаются вот такие вот волны снова 4 лицевые каждую 5 5 петлю я так делаю 4 5 я снимаю и продеваю сюда провязываю лицевой и так по кругу до конца так прошла себя по кругу сделала это теперь переходим на основной узор он у нас состоит из двух изнаночных и 1 лицевой начинаем очень внимательно сейчас я смотрю вижу одну изнаночную как я определяю вот лицевая мне не нужно 3 лицевые и 2 чтобы центральная лицевая приходилось на вот эту вот перевернутую петлю которую мы из-под низу вытащили вот я сейчас вижу 3 лицевые видите 2 изнаночные 2 изнаночные 3 лицевые и так по кругу теперь вот это все наше вязание это будет 3 лицевые 2 изнаночные сейчас это вижу под по кругу так провязала я по кругу один ряд этим узором так второй ряд точно так же 3 лицевые 2 изнаночные и так провязала я два ряда теперь там где 3 лицевые мы берем из средней петли петлю поднею общем из этой дырочки под средней петлей мы вытаскиваем вот такую петлю но не затягиваем довольно так свободно и и оставляем теперь вяжем 3 лицевые эти у нас центральные и снова из этой же дырки вытаскиваем еще одну вытянутую петлю то есть не из петли а из под нее 2 изнаночные снова видите не отсюда а вот из этой дырки вытащили провязали 3 лицевые 3 и снова из этой же дырочки вытащили эту дополнительную вот таким вот образом еще одну покажу вот под петлей средний оттаскиваем дополнительную петлю так и так до конца ряда пока провязали мы кольцо в следующем ряду это у нас был первый ряд узора вернее это был у нас второй ряд узора первый ряд у нас была вот это то у нас был первый ряд узора сейчас мы вот эти вытянутые петли просто переснимаем с левой петли на правую вяжем 3 лицевые и переснимаем вторую петлю нам с левой на правую то есть мы вяжем нашу основную вязку 2 изнаночные 3 лицевые а эти дополнительные вытянутые петли мы просто перемещаем вот как попадаются они у нас на пути так мы их и переместили с левой спицы на правую и так продолжаем так третий ряд девчонки теперь мы эту сняту вытянутую петлю провязываем вместе с лицевой со следующей то есть две петли вместе средняя петля и вот эти вот две петли таким вот образом продолжаем еще пару штук вам покажу далее продолжите ряд до конца продолжаем следующий ряд мы вяжем как в самом начале 3 лицевые 2 изнаночные то есть так до конца ряда 2 изнаночные продолжаем до конца ряда далее мы снова повторяем с вот этого ряда где мы вытаскивали вот и дополнительные петли то есть из средней петли на ряд ниже достаем дополнительную петлю провязываем 3 лицевые и вторую дополнительную петлю из той же дырки и так далее 2 изнаночные повторяем все так как мы сделали здесь это есть наш узор 4 ряда он повторяется вот ночь если начинать с этого как первого все повторяем как мы вязались провязала я от начала вязания 18 сантиметров и теперь я буду закрывать макушку это в том случае если шапочка вам нужно по голове если вы хотите тыковку или пшал кубине то вяжите еще ну как минимум 5-7 сантиметров это уже меряйте потому что она в круговую можно ее легко измерить на себе вот когда вы решите что уже хватит делаем вот таким вот образом вот у меня ряд когда я должна провязать вместе ряд когда я провязываю вот эту вытянутую петлю лицевую вместе вот и провязываю 2 вместе вот эти вот изнаночные по кругу все изнаночные петли я провязываю вместе буквально в пару рядов это все дело сделаем и стянем макушку так вот мы уже убрали те петли которые у нас изнаночные половину из них теперь делаем таким вот образом следующий ряд я провязываю теперь вот эти вот все три вместе там где у нас вот этот узор 3 лицевые я провязываю лицевой вместе одна у меня здесь изнаночная и получается из 3 я делаю одну лицевую и так по кругу весь ряд так осталось у нас минимальное количество петель они у нас в три раза уже уменьшились теперь я просто провязываю эту лицевую изнаночную по 2 петли вместе еще в два раза уменьшаю количество петель так по кругу то есть у нас останется то количество петель сколько у нас вот этих вот рапортов косичек все девчонки теперь я обрезаю по длине нить продеваю в иглу и стяну все оставшиеся петь вот и кстати даже разделила в одну в одно положение продела и сейчас я на иглу переодеваю все петли так продеваю это все дела на изнаночную сторону стягиваю и все наша шапка готова девчонки все осталось продеть вот так вот она наша шапочка девчонки просто я очень при этом симпатичная такое волной получается краешек украшен вот такая вот девчоночки все она сегодня все сейчас я один на манекен вам покажу фотографию на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия века и Продолжение следует...